Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Удельная, Игорь Рытьев. По-прежнему находимся на волне 101.0 FM на часах 12.06. Мы переходим к нашей следующей теме. Говорить мы сейчас будем, тем у нас жизнь в районах области, отражаемая в средствах массовой информации. На волне на нашей есть такая программа «Гол весело» называется. Первая программа вышла в эфир 10 сентября 2013 года. То есть вот уже сколько месяцев слушаем мы ее по четвергам и пятницам. И, в общем-то, не то чтобы сегодня тема пойдет именно про эту программу, а именно о чем эта программа. А программа в программе в этой новости со всей нашей необъятной области Кировской. В студии Роман Веселков, журналист, главный редактор. Ну что, что я говорю? Спасибо, лестно. Сбудется. Сбудется, да. Креативный продюсер, продакшн-студия «Саундтрейд», радио и телеведущий. Добрый день, Роман. Здравствуйте. И также Николай Голиков, журналист, главный редактор «Вятской особой газеты». Николай, добрый день. Добрый день. Всем приятного аппетита. Ну что, в общем-то, программа столько существует. Но вы-то в журналистике и на радио и телепространствах уже достаточно давно. Вы сколько, Николай? Да, если вспоминать, страшно подумать. Первая публикация была в 80-м году. Вас можно назвать старейшим журналистом? В хорошем смысле этого слова. Ну, наверное, скоро буду одним из старейших. Рома, сколько на радио «Волнах»? У меня стаж 2001 года, по-моему. Или 2000-го. Я, честно говоря, сейчас не помню. Ну, ты можешь сказать начинающий тогда. Да, но если сравнивать с Николаем, конечно. Если сравнивать, то, конечно, ему еще учиться и учиться. Я бы сказал слово, но не буду в эфире. Просто в тот год, когда состоялась первая публикация у Николая Голикова, состоялось первое свидание у моих родителей, потому что я рожден в 81-го, если уж на то пошло. То есть после этой публикации тебя и задумали. Да. Спасибо, Николай. Николай, была ли у вас когда-нибудь мысль уехать из Кирова и работать где-нибудь в другом городе? И в другом городе, и в другой стране. И, в принципе, и попытки такие были, но тянуло. Это когда и что за попытки? Нет, ну я работал в федеральном издании, в автомобильном зонале несколько лет в Москве. Вполне успешно. Но я еще раз говорю, я просто, видимо, не приспособлен к этой жизни. Почему, наверное, меня отчасти тянет к деревенским новостям? Сколько там прожили? В Москве около трех лет. И уехали почему? Вот именно потому. Именно потому. Просто заскучал, затомился. А почему здесь? Нет, отчасти там работа была связана все-таки с командировками. То есть я очень много ездил по автомобильным центрам российским. Это меня как-то еще немножко держало. Но когда вот застреваешь в Москве на месяц-другой, я не знаю. Но это, видимо, просто не мой город. Вот и все. Ну а здесь почему скучали? Здесь почему скучал? По людям, естественно, да. Почему скучают? Что такое родина? Это люди. Люди, люди, люди. Вот именно по людям, с которыми я прожил всю свою жизнь и без которых стало очень скучно и тоскливо. Вы сказали про другие тоже страны. Но в другие страны я все-таки не уехал. То есть я в последний момент, скажем так, спрыгнул с поезда. Нет. И страна была очень далекая. Очень далекая. А то пешком вернуться было нельзя. И перспектива почти овец где-нибудь на берегу Индийского океана меня совсем как-то не пригрела. Приехали сюда и первое, что начали делать? Когда я приехал сюда. После Москвы, да. Ну я другого делать, собственно, не умею. То есть я стал снова работать в средствах массовой информации. Какое издание? Ну я сначала, когда вернулся, так сказать, вернулся опять к своим. То есть здесь такой журнал, до сих пор есть, слава богу, «Товар. Деньги. Товар», который был создан в 1991 году при моем непосредственном участии. И они просто не могли меня не взять. Они должны были меня взять, они меня взяли. А потом жизнь покатилась интересно. То есть я побывал во многих достаточных точках. Успел поработать и в губернаторской прессе, и в антигубернаторской прессе, и в совершенно какой-то непотребной прессе. Ну вот сейчас последние 8 лет работаю в особой газете. Что сейчас с газетой происходит? С газетой происходит. Она выходит. Это радует. Как лодка утонула, газета выходит. Несмотря ни на что, хотя очень много проблем. Несмотря на что, про что вы? Нет, ну, свет газета, которую... Газета должна приносить, может быть, она не должна окупаться, но она должна приносить какую-то прибыль. Для этого она должна продаваться. То есть мы этой возможности лишены благополучно. То есть это газета, которой мы практически занимаемся благотворительностью. То есть у нас, конечно, активный очень читательский круг. Но они как-то получаются так, что большинство из своих получают ее бесплатно. Это для нас проблема по-прежнему. Потому что для того, чтобы развиваться, нужно что-то вкладывать. Чтобы что-то вкладывать, нужно это зарабатывать. Мы пока такой возможности лишены. Поэтому вот есть проблемы с газетой. То есть газета не развивается, к сожалению. Но выходит. Но выходит. То есть я в том случае, как оптимист. Да, помнишь, Ром, когда оптимисту говорят, он говорит, зато как висит. Вот у нас газета, а зато как выходит. Хорошо выходит. Регулярно. Благополучно. Ну а что дальше-то выходить будет? Ну, понимаешь, я боюсь такие вещи говорить вслух. Я, конечно, очень надеюсь, что она будет выходить. Но это зависит, боюсь, уже не только от меня. Потому что я не знаю, понимаешь. Я привык к тому, что особая газета, это такой, знаешь, шут у трона короля. На нее все смотрят, на нее могут обидеться, но ее никто не трогает. Потому что шутов не трогают. В последнее время это правило нарушено, и на нас сейчас оказывается очень сильное давление, к сожалению. Поэтому я не знаю, выживет ли этот шут и не сменит ли он профессию. Но хотелось бы. Хотелось бы. Я, вообще-то, оптимист. Все-таки хорошо висит. Да, все-таки, я думаю, что будет хорошо висеть. Рома, оптимист и ты. В свое время я тоже уехал в Москву, поработал там какое-то время. Но почему ты вернулась? Расскажи тоже о себе. Ну, у меня история примерно такая же. Я тоже три года прожил в общественности в Москве. Я проработал там на четырех радиостанциях и еще работал в издательском доме «Гудок». Вот если, Коля, в автомобильной тематике был, я был в железнодорожной. И ездил я тоже по стране и по Подмосковью именно по заданию железных дорог, так скажем. Ну, это карманная дочка РЖД. РЖД, это понятно. И не то чтобы меня очень звала земля Вятская обратно, но все познается в сравнении. Я Москву очень люблю. То есть я просто без ума. Я знаю там места, которые я считаю, условно говоря, своими. Как-то я когда вижу фотографии, я оттуда говорю, о, на райончике. Ну, это вот Бауманская, это Яуза. Это очень-очень долгий период. Относительно долгий, конечно, для меня. Но Киров, как место, в котором я родился и прожил очень много, для меня все-таки остается даже не малой родиной, а единственной родиной. И в какой-то момент я понял, что я патриот. Да, мне нравится Вятка, мне нравятся эти земли. Конечно, очень много критики можно наводить. Это как семью не выбирать, соседей, может быть, тоже не выбирает. Ну, любимую родину тоже не всегда выбирает, а пытается с ней совместно жить, так сказать, находить точки соприкосновения. И если переводить, опять же, на тему программы «Голый весел», почему она и появилась, мы же задумывали ее еще. Я еще задумывал в Москве, кстати. То есть она по задумкам намного раньше, чем она вышла. Если вот ты говоришь 13-го, оказывается, сентября. Десятого. А, десятого. Ну, вот я уже забыл. Тринадцатого года. Да, да, да. То программа задумывалась намного лет раньше. И целью было именно рассказать кировчанам о том, что они не одиноки в этой вселенной. Потому что вот когда приезжаешь в какой-нибудь город, район, районный, там, типа Уржум, Котельнич, вот я прямо задыхаюсь от восторга. Потому что я начинаю видеть ту скрытую красоту, которую местные жители стыдливо прячут. Дескать, вот мы совсем провинция, до чего уж там, вот у нас тут площадь, вот там сидите, больше никуда не ходите. А когда ты начинаешь ходить по этим дворикам, видеть этих людей, ты понимаешь, как история просыпается прямо у тебя на глазах. Вот уже практически девять месяцев вы делаете эту программу и, в общем-то, часто так вот встречаетесь друг про друга, что можете сказать. Я хочу, про Николая у меня только хорошее, естественно. Предполагается, сейчас я скажу, про Романа у меня только плохое. Ну, Николай какой? Вот как с ним работать? Как с ним программу делать? С ним очень удобно работать. Я, когда мы начинали, у нас были, естественно, определенные притирки, потому что есть абсолютно разный стиль повествования. И мы все сначала раскачивались. У нас никак не получалось найти вот эту общую стилистику, в которой бы нам было очень удобно. Потому что все-таки, Коля, это нормальное слово «газетчик», правильно? Газетчик, да. Газетчик, а я все-таки «радийщик». Да. А газетчик с «радийщиком». Мы даже думаем по-разному. И поэтому так и получилось, что вот сейчас основную ленту новостей добывает Николай. У него для этого есть возможность и самое главное умение, все-таки он профессионал в этом. А я помогаю делать некий, скажем так, анализ того, что происходило за неделю в Кировской области. Ну и что очень приятно, Коля все-таки интеллектуал, очень широкий кругозор. Можно и музыку любимую обсудить, и фильм вместе посмотреть. Мы иногда не только на работе встречаемся. Да, и не только фильмы смотрим. И не только фильмы смотрим. А что делать? У нас есть общий мужский интерес. Ну что, Николай, давайте про Романа. Дело в том, что как бы у нас получилось, что мы давно живем где-то рядом, да, вот так вот. На райончике. Где-то параллельно, да, как положено. У нас все-всех знают, так у нас тьма общих знакомых. Но как-то вот мы познакомились-то в итоге только здесь, на Эхе Москвы. И у меня была определенная робость, потому что вот смотрите, вот. Да, вот Роман — человек, во-первых, радийный. Он человек новый, он человек молодой, он человек энергичный. И он человек суперкреативный, да. То есть у него вот эти свойства, которые присущи уже какому-то следующему после меня поколению, которые в нас не культивировались и не выращивались, не нужны были, да. То есть в Советском Союзе креативность явно не тот был продукт, который поощрялся. Все мы продукты эпохи. Вот. То есть он человек другой эпохи. У меня было определенное волнение. Вот именно, знаешь, такое вот школьное немного, да. Сейчас придет Веселков, и я тут такой-то весь старый пенсию. Поэтому притирка была отчасти и поэтому, потому что и я обламывался. Я боялся, может, там немножко как-то это, что выгляжу там, ну, старомодный. А до этого с микрофоном работали? Я работал в 90-е годы очень много на радиолинии. То есть радио-то я не боюсь. Как такового микрофона, радио, прямого эфира. То есть у меня с этим все спокойно. То есть мне просто говорят, садись, и у нас не пришел гость, веди передачу, да. Я садился и полчаса о чем-то говорил. Это было реально так и было. У нас было с двух до трех эфир на проводном еще радио. Очень популярная была станция. И поэтому здесь боязни не было. Боязнь-то была чисто коаличностная, да. То есть как бы вот, чтобы работать дальше, да. И, извини, мне нравилось с Ромой там, как он говорит, кино смотреть, да. Мне нравилось с ним там поболтать, послушать музыку. И я боялся, а сейчас вот мы сели тут, да, в эту студию. Все разрушится, потому что он увидит, что я на самом деле, вот как вот его собеседник, ничего не стоил. Потом оказалось, что мы с ним вполне находим, да, вот эти вот какие-то вещи. Куда-то меня сначала сносило, может быть, куда-то его сносило. А потом мы поняли, что давай-ка мы не будем сноситься, а пойдем-ка мы встречным курсом. Я думаю, что где-то в последние месяца два, да, вот как-то мы получаем удовольствие от того, что мы приходим не для того, чтобы нервничать в этой студии, да, а для того, чтобы просто сказать то, что мы хотим, и самим получить удовольствие. И думаю, что доставить слушателям. Ну, а что хотите сказать-то вот таки? Ну, вот мне вот интересно, вот вы собрались такие вот два достаточно серьезных человека и решили делать такую несерьезную программу, или все-таки она серьезная? Где там эта грань серьезности, несерьезности? Или просто она серьезная под соусом несерьезности? А вот по жизни, жизнь-то как она делится на серьезные, несерьезные? Где эта граница-то у нас? Это не бывает же так, да? У нас же все вот это... На самом деле, ну как можно разделить серьезные и несерьезные? Смотря на одно и то же событие, смотря с какого-то боку подойдешь и посмотришь. — Ром, это юмористическая программа или нет? — Вот я сейчас немного о себе все-таки скажу. У меня вечная проблема. Меня же воспринимают очень часто, в том числе из-за фамилии моей собственной родной Веселков, как человека достаточно ведущего юмористических развлекательных программ. — Ну, кстати, программа называется «Гол весел» из коллегов. — Я, кстати, в этом названии вижу несколько смыслов. Даже вот то, что «Гол и весел», то, что мы с чистой душой подходим. Мы никакой коммерческой даже какой-то, знаете, от этого не ждем. По проектам мы конкретно хотим, чтобы какие-то достаточно иногда страшные вещи, которые происходят в нашей области. Ну, вот, например, просто новость, что произошло обрушение моста и отрезало там от большой земли несколько человек в каком-то там поселке где-то там на севере. С одной стороны, вот она новость и новость. У нас каждый день в телеке и во всех средствах массовой информации происходит что-то страшное, где-то локальное, где-то далеко от нас. Но вот то, что происходит в Киевской области, это не очень далеко, это совсем рядом с нами. И понимаешь, что вот я не хочу никаких сравнений там с малыми братьями и родственниками дальними, но, тем не менее, все равно откуда-то из центра должна идти помощь вот в эти районы. А откуда? Они сами своими силами не справляются. Они не могут ни докричаться, если кричат. А проблема в том, что, ну это, опять же, исключительно мое мнение, что жители, которые, ну, я даже не знаю, термин не могу подобрать, в общем, люди с района, в какой-то мере настолько привыкли к тому, что их не слышат, что они уже и не говорят. Они вот живут вот в своем таком болотце, а там действительно у нас край болотный, живут в своих вот этих маленьких городках, деревушечках и спокойно как-то так доживают, где-то выживают. Кто-то умудряется сбежать в центр, в Кирове, я имею в виду, ну или там в Кирове-Чепецкой, не суть, важно. И если говорить, насколько эта программа юмористическая, нет, она не юмористическая, она, наверное, даже не сатирическая. Сатира – это все-таки откровенный посыл, вот сейчас будет сатира. Нет, это не сатира, может быть, отчасти это смех сквозь слезы, давайте такое сравнение. Но, по-моему, это просто попытка рассказать что-то хорошее о тех людях, которым сейчас нужна помощь. Вот им плохо, и мы не хотим так же сидеть и грустить, мы хотим с улыбкой сказать, «Ребят, вот мы услышали вашу проблему, и очень надеемся, что с помощью этой программы кто-то, у кого есть возможность, силы, деньги, тракторы, рабочие, которые отстроят, например, этот же мост, который развалился в районе, эти люди услышат и придут на помощь». Понятно, что мы с Колей могли бы, вот всегда, можно сказать, ну вот вы пытаетесь таким образом как-то осветить события в области, А что же вы сами не сели в пазик и не пошли, значит, своими четырьмя лапками поднимать вот эту норму? Ну, во-первых, нам не под силу. Во-вторых, ну вот делаем, что можем. Мне, правда, тоже не всегда нравится эта позиция смешников. Вот мы сказали, вот мы свою миссию великую выполнили. Но поверьте, вот, Коля, у тебя есть права автомобильные? Нет. И у меня нет. То есть мы своим-то пехом пока дойдем до, условно говоря, какого-нибудь там поселка лесной, где-нибудь в Вятских Поленах, произойдет что-то еще, о чем мы не успеем сказать в микрофон. Сегодня практически нет средств массовой информации, которые так, на наш взгляд, плотно раскрывают историю событий, которые происходят в области. Дело в том, что вот вообще новости из районов, да, это ведь не просто вот такие какие-то вот, ну, казусы, там, случаи и так далее. Новости из районов, они, в принципе, помогают понять человеку, что на самом-то деле происходит. Потому что муниципалитет это то самое место, где что-то происходит. Николай, а вот вы как отбираете новости? Вы выбираете какие-то вот действительно курьезные или это все вот реально вот то и что происходит в районах? Я отбираю новости по принципу просто новостей. То есть это событие, да, то есть должно быть некоторое событие. Оно может быть забавным, оно может быть трагичным. То, о чем вы говорите, как раз этим и живут районы. Это то, что там происходит. Единственное, приходится... Вот еще есть определенная беда. У нас есть некая такая калька, которую на все районы накладывают. Скажем, я условно, что новому придет, говорю, мер проводится. Неделя добра. И вот неделя добра во всех районах одновременно, с одинаковыми мероприятиями. Это немножко, конечно, сгущает, опустошает новостной план. Потому что когда в 39 точках происходит одно и то же, с одинаковыми названиями и так далее, это как бы уже не районная становится новость. То есть это часть жизни района, но новость тоже какая-либо суммированная областная, либо вообще никакая, потому что это немножко абсурдно. Поэтому меня больше интересуют новости, скажем так, уникальные, которые произошли в этом районе и ни в каком другом. И, может быть, даже ни в каком другом произойти они не могли. Потому что у нас, извините, область такая, что у нас сравнивать Лузу и Вятские поляны, это просто две разные страны даже. А с трансляторами как из районов? Есть проблемы вот какого плана. Во-первых, поначалу, дело в том, что я этими районными новостями занимаюсь все то время, пока работаю в особой, это был один из пунктов развития газеты. Сейчас мы дошли до какого-то оптимального. Поначалу было очень трудно, потому что с интернетом районные газеты не дружили совершенно. Несколько было независимых, слава богу, интернет, издания районных, которые до сих пор есть, которые всем огромное спасибо. Это и Апаринская Шорока, это и Верхникамьеру, это и Амутнинские Вести, Плюс, это и Котельничьинфо, Подосиновецинфо, Планета Афанасьева, совершенно сумасшедший сайт. Но это, скажем так, независимое издание, которое, кстати, очень отлично работает. А изначально тех районных газет в интернете не присутствовали, либо присутствовали в очень странном виде. Сейчас улучшилась ситуация, конечно. Они стали уже более оперативно появляться. Хотя, например, я скажу, сегодня заглянул на сайт Налинской газеты, там последняя новость за февраль. Но, видимо, так вот не спеша живут в Налинской. Это жаль, что упускается целый пласт какой-то жизни. Нашей жизни, между прочим. Я почему начал говорить, чем важны районные новости? Когда мы называем наши областные новости, они, как всегда, они, как правило, декларативны. Например, в Кировской области идет ремонт дорог. Отремонтировано столько тысяч километров. Это, в общем-то, для человека ни о чем. А когда мы читаем уже новость или там слушаем, вот недавно, помнишь, мы говорили, когда на границе Афанасьева и Амутнинская ремонтируют как раз, вот идет ремонт дорог, да, там две бригады с двух сторон. 30 миллионов контракт, да, идут. Один мужик с ведром идет, рассыпает шлак в ямки, а другой за ним с леечкой. И из леечки эти ямки битумом поливает. И понимаете, как бы вот это вот немножко пафосное заявление насчет там 7 тысяч километров, 4 миллиардов, оно приобретает такие очень зримые черты. Потому что мы немножко как бы сбавляем пафоса с этих вот наших областных заявлений, да, и показываем, что да, ремонт дорог идет. Но если вы представляете, что там работает импортная техника и все делается, значит, по немецкому стандарту, то вы ошибаетесь. Там идут два мужика с ведром и лейкой. И это, с одной стороны, это грустно, а с другой стороны, все-таки идут. Они идут, эти ямки зарывают. Кстати, очень правильно, мы стараемся живописать вот эти события. Я бы такое еще представил. То есть мы стараемся даже, когда мы какие-то новости рассказываем про кого-то, мы стараемся даже попытаться заглянуть вглубь характера этого человека. Это же интересно. Это на самом деле интересно. Потому что жизнь происходит там, именно на том уровне. Сколько вы уже делаете это, получается, с сентября? Около девяти месяцев. Посчитали, да, скоро рожать пара будет. А не чувствуете, что становится мало передачи? Просто мало передачи. Ну, нет, я просто обсуждал как раз с главным редактором, со Светланой Заникова, то, что программу нужно уже куда-то расширять дальше. Возможно, нужно подключать каких-то экспертов, потому что слушатель есть. Это факт, и Коля сейчас может рассказать несколько историй про то, что к нему обращаются, как главный редактор. Он контактное лицо в нашем случае. Слушатель есть, есть люди, которые... Абсолютно грамотный вопрос, юмористический ли программа. Есть люди, которые включают, чтобы посмеяться. Но, понимаете, как раз еще почему был выбор в пользу условного веселья? Потому что вот эти все новости из деревень, грубо говоря, люди от них часто просто отмахиваются. Боже мой, это деревня. Какая мне разница, что происходит в деревне Малая Пни, условно говоря. А та информация, которая идет, она тоже не очень веселая, не радостная. Люди ставят фильтры внутренние, когда слышат подобную информацию. Поэтому мы и пытаемся улыбаться. Поэтому мы пытаемся ободриться. Мы пытаемся рассказывать об этих новостях максимально даже артистично. Насколько нам позволяют данные. И насколько позволяет драмтеатр рядом, как Никита Талисман. Я все-таки сказал... Издание правительства тоже вдохновляющее. Должна быть всегда определенная мера. Потому что мы, конечно, можем эту... У меня информации хватит. Можем час сидеть и рассказывать районные новости. На самом деле их очень много. Вы, кстати, перешли к примерам. А давайте еще. Чем живут районы области нашей? Ну, вот очень много категорий. Даже вот сейчас, когда я читаю новостную ленту, когда Коля посылает мне на почту, я уже даже автоматически делю эти новости на определенные категории. Но я сейчас их не назову, потому что они у меня только внутренние. Они не имеют какого-то фиксированного названия. Но действительно, какие-то категории уже можно различать. Категории... Но все они, знаете, они наполнены каждый раз вот именно какой-то человеческой эмоцией. Даже когда мы читаем прямую речь какого-то начальника или какой-нибудь бабушки или еще что-то, мы слышим реальную человеческую эмоцию намного сильнее, чем... Мы же в городе стали лисами такими хитрыми. Мы же можем совершенно спокойными лицами обсуждать какие-то такие... Опять же, какие-то страшные вещи, какие-то пожары, какие-то вот эти аварии или еще что-то. А там люди не стесняются эмоций. Если уж проблема, так они об этом кричат. Если чиновники местные защищаются, так они защищаются до последнего. Они тоже используют какие-то эмоции. Если там что-то прорвало, что-то сломалось, что-то недостроили, на что-то нет денег, прям вот крик человеческий сквозь все это сквозит. Вот сейчас, Коля, может, что-нибудь прочитает? Нет, я просто взял тоже, опять же, чем они живут. Это черт его знает. Мы пока здесь сидим, мы не знаем, чем они живут сейчас. Потому что даже вот эти новости, которые мы называем словом новости, они еще требуют определенного времени пока, особенно из каких-то отдаленных национальных пунктов. Там ведь другое понятие о новостях. То есть там вполне нормально. Есть, например, в мае печатают новости за апрель. Для Мертужинского района это вполне нормально. Там на самом деле южный район у нас очень неспешный. То есть мы это условно называем новостями. Хотя, скорее сказать, может, информация какая-то там, может быть, познавательная. То есть они так информационные поводы держат про запас? Для того, чтобы выдать потом через месяц? Нет, просто пока... Вот, слушай, вспомним, вот, помнишь, что мы говорили, да? Там произошло совещание в Тужинском районе всех библиотек. Всех библиотекарь сказали, значит, ребята, со следующего месяца у каждого из баз должен быть электронный адрес. Общаться будем с электронным адресом. Все все записали, все сделали. Все отлично, кроме этого интернета нету. Да, это новость у меня тоже прям шахи была. Ну, как сказать новость? Это информация о состоянии, скажем, культуры в конкретном Тужинском районе. Но это же не значит, что там из деревни Малый Рын Лебяжского района не дойдет ходок до Лебяжья и не расскажет, что у нас... А у нас-то в деревне вот что происходит. У нас-то вот гусиная ферма будет, да? И самое интересное, там кто-нибудь в Кирове скажет, да господи, гусиная ферма. Милый, а у нас в Кирове нет ни одной гусиной фермы. А в деревне Малый Рын... Есть. Она есть. И там будет гусиное мясо, там будут гусиные яйца, как мы заметили. Мы об этом, кстати, сегодня расскажем вечером. Вот. И там вот это произошло, а у нас нет. И давайте подумаем, да? Ведь там какой-то парнишка молодой, 20 лет. 20 лет ему, он бы отучился, 22 года отучился в техникуме. И сказал, а я буду разводить гуси, потому что когда я был маленький, у меня во дворе были гуси, и я их очень люблю. Они классные твари, и они будут меня кормить, и я буду за ними ухаживать, да? То есть, а у нас в Кирове этого не делают. А у нас говорят, что у нас народ ленивый, всех надо согнать в большие агрокомплексы, и вот только тогда мы вроде победим. Ничего подобного крестьянского. Я даже, я детство провел в деревне, да? У меня все эти животные были. Я бы с удовольствием, я мечтаю, когда все это наконец кончится, вот, если, дай бог, мне хватит там средств материальных, да, чтобы нырнуть и сделать нормальное подворье, потому что это жизнь, вот это просто обалденно. Роман сказал про обратную связь. Кто-то обращается, да? Программу что, услышали, обращаются, и ты что? Ну вот, даже одна из последних новостей нам пришла от слушательницы. Мы просто уж понимаем, что мы ищем новости по каким-то уже устоявшимся каналам, да? У нас, естественно, к нам попадает не все. Там бывает, что просто, да, звонит женщина, говорит, а вы знаете, что у нас-то в районе произошло? И чистым фактом все это рассказывают. Остается только позвонить местным ребятам, сказать, ребята, слушай, у вас вот что, оказывается, было. Они говорят, да, только мы еще не успели об этом написать, но мы обязательно напишем. Вот что еще происходит в районах, узнаем мы сегодня с вами в 16.38 программу «Гол весел», ведущий Роман Веселков, Николай Голиков. И также программа выходит, выйдет она в пятницу, то есть уже завтра в 14.35. Спасибо вам большое, что сегодня пришли к нам. Роман Веселков, креативный продюсер продакшн-студии «Саундрейд», радиотелю ведущий. Николай Голиков, журналист, главный редактор «Вятской особой газеты». Прощаемся с вами, а Роман, тебя попрошу остаться. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». И это все еще программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Удельная, Игорь Рытьев и Романа Веселкова попросила остаться, потому что история создания у нас. Еще раз здравствуйте. В Кирове 12.33. Добрый день. Итак, это «Познавательная викторина. История создания». Еще одна программа, которую ведет Роман Веселков, у нас в эфире. Так приятно, что я, как минимум, в двух проектах завязан. А еще буду в третьем. А мне это как приятно. Так, значит, традиционно для тех, кто не знает, расскажу. Это викторина, где мы рассказываем об интересных исторических фактах из жизни нашего города. Как правило, это, может быть, из жизни Вятки. Но сегодня я затрону историю, все-таки, связанную непосредственно с городом Кировом. Не современным, но уже таким Кировом, советским. Итак, как только вы поймете, что я загадал, а я загадал сегодня здание. Как только вы поймете, пожалуйста, звоните по телефону 708-502. И тот, кто первым даст правильный ответ, получит подарок настоящему гурману, любителю дружеских посиделок в комфорте, уюте, знатоку культуры питья. Это подарочный набор от завода «Вятич», фирменная кружка, свежайший разлив четырех редких сортов, талмуд об истории пивоварения на Вятке. Ну, вообще, вот о сортах я хочу сказать, что появилось все-таки и уже в продаже, я видел в магазинах. Ты даже попробовал. Ну, я был на презентации, это новый сорт пшеничная, очень такой вот бодрый напиток во всех смыслах этого слова. Но главное знать меру, вы все прекрасно понимаете, о чем я говорю. Итак, давайте вернемся к истории со зданием. Значит, вот это здание, которое я сейчас загадал, оно для меня, в первую очередь, имеет некий, ну, то есть для меня это символ. Для меня это символ народного единения, для меня это символ того, что наши люди, когда вот захотят все вместе, они могут, причем могут достойные вещи создавать и строить на века. Да, да, это здание было построено в свое время на так называемые народные деньги, отчисления субботников и строили его к определенной дате. Ну, вот если совсем копать культурно-исторически, то здание стоит на Хлыновском, на валу Хлыновского Кремля. По этому поводу, конечно, были и различные обсуждались вопросы, как так, все-таки у нас этот вал, его не так много осталось. Но время было такое, что строили абсолютно новую историю, поэтому построили вот абсолютно новое здание. Рядом с этим зданием в свое время находилась кафешка-стекляшка. Вот сейчас, кстати, Николай Гуликов помог вспомнить название. Я назову это «Тополек». Сейчас это здание до сих пор стоит и имеет некую другую функцию, нежели изначальная. Кстати, в фойе этого здания в свое время проходили театральные постановки, там людям показывали спектакли, даже в самом основном помещении этого здания показывали спектакли. Но, тем не менее, основная функция этого здания была демонстрация кино. Итак, если вы догадались, о чем сейчас идет речь, пожалуйста, 708-502, я загадал здание, у нас их не так много такого толка. В 90-е годы там был застой, и оно долго проставило. Потом произошел передел рынка, и я не буду называть фамилии и имен, тем не менее, это здание стало принадлежать конкретным людям. Там появилось развлекательное заведение. Сейчас, кстати, хочу сказать о внешнем виде. Оно практически не изменило свой внешний облик. Как вот его построили, так оно и стоит. Добрый день, здравствуйте. У нас есть звонок. Алло. Да. Добрый день. Здравствуйте. Кинотеатр Победа. Поздравляю вас. Как вас зовут? Юрий. Юрий, очень приятно. Юрий, а вы наверняка бывали в кинотеатре Победы. Какие у вас воспоминания вообще об этом месте? Алло. Алло. Юрий, вы... Так, понятно, сейчас... Юрий, вы слышите нас? Да, слышу. У вас остались какие-то воспоминания о кинотеатре Победы? Какие-нибудь теплые воспоминания? Ну, конечно. Все время туда в Украинчевке, но ходили. Вообще, вот я помню... И в самом деле, сзади у него там еще расположены остатки вятского хунновского вала. Абсолютно верно. И кусочки его небольшие совсем остались. Да, да, да. Абсолютно верно. Ну, вот какие познания, да. Этот вал еще срезали, и все краеведы просто стояли... Да, они еще есть немножко там у оврага, потом еще в одном месте за школой вот там есть еще. А вы помните, какие фильмы вы смотрели в Победе, Юрий? Ой, очень много. Вот я хочу сказать, что, ну да, все-таки кинотеатр был построен к десятилетию Победы в Великой Отечественной войне кировчанами и на деньги кировчан. И был открыт он в 1955 году, и вот первый сеанс, который там был показан, это фильм «Княжна Мэри», снятый по роману Лермонтова «Героя нашего времени». Есть даже фотография, в интернете вы можете найти, как раз вот афиша практически чуть ли не в день открытия кинотеатра. Юрий, вам большое спасибо за ваш звонок, большое спасибо за то, что помните историю нашего города. Вы сейчас, пожалуйста, не кладите трубку, наш редактор расскажет, как вы можете получить приз. — Вот, а я все-таки почему сегодня взял кинотеатр «Победа» за основу? Вот как оказалось, мой мини-опрос показал, что очень многие, ну или многие из тех, кого я спросил, если и помнят, что сейчас это место называется «Гауди клуб» или «Холл», я не помню, как это называется. — Ну вот, кстати, вопрос, как правильно говорить, «Гауди» или «Гауди». Я, в общем-то, принципиально говорю, что «Гауди» или «Гауди» — «Холл». — Правильно говорить, «Победа». — Ну, спасибо большое, Игорь. Вот я в первую очередь сожалею, что не сбили вот эту фреску. Там была замечательная лепнина, была написана «Победа». Это, конечно, не художественная какая-то там прям ценность, но это историческая ценность. Я хочу сказать, что вот для меня этот кинотеатр был и остается именно, я с этого начал, таким символом того, что вот если люди захотят, они могут. Ведь построили-то классно. Я понимаю, что само здание тоже с точки зрения архитектурной, но это типовой проект. По всей стране такие подобные стояли. — Я только должен сказать, что, Юрий, перезвонись, пожалуйста, редакторы просят, вы положили трубку, вам объяснят, как приз забрать. — Юрий, вернитесь. — 708-502, напоминаю. — Да. И, может быть, нужно было оставить хотя бы вот эту фреску как память. Потому что, ладно, понимаете, вот это как... — Слушай, а фреску чего, убрали, что ли? — Сбили, там же сейчас другое написано. Вот это фамилия архитектора. То есть я не понимаю, в чем здесь была вообще игра. Я понимаю, когда сменяются эпохи, когда там, давайте все, откажемся от всего царского, сейчас будет все советское. Теперь давайте отказываться от всего советского, все будет российское. Теперь давайте снова от российского и обратно в советский и так далее, и так далее. Здесь-то что мешало оставить эту фразу, повесить чуть ниже где-то баннер? Ну, почему-то вот так решили. Может быть, смущало вот это действительно советское прошлое, потому что сейчас у здания совершенно другой функционал. Хотя почему другой? Как вот люди ходили туда развлекаться? Я не случайно сказал, вот и у Евгения Питунина там, по-моему, ремарку нашел, что там ведь в фойе, в самих залах происходили театральные в том числе постановки. Поэтому он кинотеатр. И кино, и театр. То есть многофункционально. Сейчас там происходит то же самое. И танцы те же. — Те же. Ну, может быть, если бы те люди в 50-х годах посмотрели на то, как мы танцуем сегодня, они бы ужаснулись и все расколотили бы обратно. Не бывает такой без сообщения. Вот я потерял мысль, что-то еще хотел такое светлое про эту победу вспомнить. Это был хороший кинотеатр. И я вот помню, что когда я был маленький, когда там еще показывали сеансы, и я с грустью и печалью смотрел на то, что сеансы все там 16+. И я знал, что вот однажды я подросту и наконец-то смогу сходить в кинотеатр Победы. А не в кинотеатр Детской смены или там Восход, который был, да, или в этот же мир. И я подрос, и закрылась лавочка, простите. Вот был этот застой в 90-х. И это, кстати, да, вот я понял, почему для меня символ. То, что кинотеатр долгое время пустовал, стоял полуразрушенный, это как раз наступила эпоха телевидения в стране. Телевидение засадило людей за зомбоящики, прижало их к диванам, люди перестали выходить на свежий воздух, встречаться и посещать места культуры, отдыха и быта. И вот то, что кино очень долго, ну и вы снимали-то мало, понятно, но то, что кино не пользуется спросом, это говорит о том, что нас победили средства массовой информации раз навсегда. Сейчас ведь мы ходим тоже не в кино, мы же сейчас ходим в места для получения определенных эмоций, вот эти все 3D, 5D, 7D. Да, это не кино, это я думал в последнее время об этом. Это уже не кино. Развлекаться. Да, это уже не кино, это аттракцион. Слышите звук? Пора разбегаться. Большое спасибо за внимание. Поэтому Ромова Силков. Спасибо Вятичу, конечно. Меня звать Светлана Удельная. Она против меня, как всегда, сидит Игорь Рысев. Да, все, пока. Прощаемся, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова